МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 с новостями Волгограда и области. Проверка готовности. В Волгоградском ТРК быстро эвакуируются, но долго вызывают пожарных. Весь мир театр. На международном фестивале стэм в Волгограде ждут гостей из Киева. Дело сделано. Стадион Волгоград-Арена введен в эксплуатацию. Около 5000 человек находятся в зоне подтопления из-за паводка в Волгоградской области. Ситуацию усугубляют осадки. Ожидается осложнение обстановки в Яландском и Фроловском районах. На помощь нашей области и соседних регионов, в частности, из Ростовской области, прибывает группировка 100 человек. Это Донской спасательный центр и 28 единиц техники. А также из Саратовской области предполагается прибытие группировки в количестве 50 человек для оказания помощи нашей области. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля, уровни воды в реках Аперы, Медведицы и Иловля достигнут неблагоприятных, а местами опасных отметок. Режим ЧС действует на территории городского округа Михайловка и Кумылжинском районе. В потопленных районах спасатели проводят подворовые объезды, доставляют жителям воду и продукты. За соблюдением порядка следят сотрудники полиции. Сегодня завершилась проверка систем пожарной безопасности в ТРК «Паркхаус» в Дзержинском районе. Сотрудники МЧС и прокуратуры нашли незначительные нарушения. Территории приготовления пищи и под двумя кинозалами, один и второй, автоматизированная система пожаротушения также сработала ненадлежащим образом и вызвала нарекания отсутствия водяной системы пожаротушения. При этом системы, обеспечивающие выход людей из здания, были проверены во время учебной эвакуации. Покинуть торговый комплекс удалось быстро и беспрепятственно. Система дымоотведения сработала, остановились лифты, разблокировались все двери на выходах, о чем комиссия могла убедиться. Правда, немного подвел человеческий фактор. Сообщение о возгорании было передано пожарным с 14-минутной задержкой, но к этому моменту посетители и персонал были уже на улице. Отметим, что подобные проверки после трагедии в Кемерово проходят по всей стране. Выявленные нарушения владельцам ТРК приходится устранять в кратчайшие сроки. Подозреваемый в тройном убийстве и разбою житель Камышина, более 30 лет скрывавшись от правосудия, задержан полицейскими в Ижевске. Весной 1985 года мужчина вместе с тремя братьями вломился в дом жителя Камышина, избил хозяина и украл деньги. В тот же день ими были убиты двое сторожей и дачник. Трое из злоумышленников были задержаны и осуждены. Четвертый скрывался от правосудия и был объявлен во всесоюзный розыск. С момента совершения преступления задержанный регулярно менял место жительства на территории различных республик Советского Союза, а впоследствии и регионов России. Как уже установлено, мужчине удалось получить новый паспорт, который он оформил на оставание документов своего давно умершего родственника. За три десятилетия задержанный даже успел отбыть наказание в местах лишения свободы за совершенную в Кировской области кражу. Теперь беглеца под конвоем вернут в Волгоградскую область, где его ждет суд. Сегодня получено разрешение на вот в эксплуатацию стадиона «Волгоград-арена». Строительство объекта ЧМ-2018 было начато в 2015 году. На стадионе, способном принять на своих трибунах 45 тысяч зрителей, установлена уникальная вантовая система кровли, а элементы фасада напоминают праздничный салют. Менее чем через 20 дней на нем состоится первый тестовый матч. В рамках первенства футбольной национальной лиги на поле встретятся команды «Ротер Волгоград» и «Луч энергии» из Владивостока. А во время самого чемпионата на Волгоград-арене сыграют сборные Туниса, Англии, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии, Египты, Японии и Польши. Международный фестиваль стемов «Земля планета людей» 34-й раз стартовал в Волгограде. На сцене студенты говорят о любви, судьбе и жизни. Так гости из Самары с темпи «Атая любовь» решили показать, как выглядят в глазах женщин современные мужчины. Наша программа называется «Оранжевый цвет любви». Эта программа предусматривает женский взгляд на выбор мужчины. То есть каждая женщина мечтает о каком-то своем идеале. И вот мы взяли три абсолютно разных типа, и все эти три абсолютно разных типа женщин рассуждают, кто о ком мечтает. Волгоградский стем-горхоз показал, какие страсти кипели в Царицыне накануне Первой мировой войны, и с юмором взглянул на типажи местных жителей. В течение трех дней за главный приз фестиваля будут бороться 13 коллективов из Волгограда, Самары, Казани и Брянска. Впервые после многолетнего перерыва на волгоградскую сцену выйдет и театральный коллектив из Киева. Стем – тяжелый случай. Привет, Волгоград! На этом все. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА